Имуществом злоумышленник распорядился по своему усмотрению. В отношении подозреваемого следователем Следственного управления ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Профилактика возникновения квартирных краж Что такое кража? Это средство быстрой наживы и обогащения нечистоплотных на руку людей. Данная категория граждан не гнушается ничем, ворует все, начиная с различных мелочей, как правило, в школьных раздевалках и заканчивая составными частями дорогостоящего оборудования, такими как трансформаторы электрических подстаций. Получая не столько навар, сколько причиняя огромный вред нормальной жизнедеятельности законопослушного общества. Порой сами потерпевшие от краж являются провокаторами случившегося. Оставляют под ковриком ключ от входной двери квартиры, не закрывают окна квартир нижних откажей и оставляют на подоконниках дорогостоящие вещи. В компании рассказывают о новом мобильном телефоне, о доходах и золотых украшениях, которые впоследствии лишаются. Кроме того, объекты хранения материальных ценностей, такие как гараж или подсобные хозяйства, люди закрывают на запорное устройство, навесной замок, пригодный только для почтового ящика, с которым может справиться и ребенок. Такая легкомысленность граждан на руку преступникам. Они это примечают и перебирают к рукам все, что, как им кажется, плохо лежит. Лишившись своего имущества, граждане обращаются с заявлением в полицию, и тут начинается работа. Граждане, будьте бдительны, не давайте повода для совершения очередных преступлений. Не оставляйте без присмотра ценные вещи. Закрывайте окна квартир нижних этажей, когда уходите из дома. Просите соседей или родственников приглядеть за квартирой на время длительного отсутствия. Бороться с преступностью легче сообща. Если вы владеете какой-либо информацией о преступлениях, связанных с квартирными кражами, звоните в дежурную часть УМВД России по Сергиево-Пасадскому городскому округу по телефону 540 18 39 или 112. Субтитры создавал DimaTorzok